отвечаем спасибо отвечаем на ваш вопрос по как эти пленки могли могли попасть я министр внутренних дел украины семь с половиной лет я знаю все механизмы досконально и хочу вам сейчас их быстро описать итак если попадают в аварию народный депутат или член правительства или кто-то из должностных лиц органов процедурой протокол таков что это вертикальный доклад наверх лейтенант докладывает своему начальнику тот по команде наверх и если это ночь утром 7 утра я получаю информацию что произошло такое-то событие зачем это нужно для того чтобы вдруг если это там касается функций государственных органов мы могли принять решение какие-то меры подстраховаться не мог министр внутренних дел не знать об этой ситуации что дальше происходит соответственно министр докладывал дальше и выше как я это делал премьер-министру голове верховной рады если тогда получался депутат у нас попадал в аварию тоже не был единственный случай или президенту такой доклад всегда идет вертикально и очень быстро дальше поехали младший лейтенант сергей петрик сдал смену в которой у него было наверняка таких аварий не одна пришел с работы в себе в управление снял нагрудную камеру но она у нее не нагрудная на ремне висела но снял камеру она все фиксировала поставил в специальный компьютер это специальная система которую мы покупали у американцев добавляли свой софт и это специальная система и компьютер скачал это кодированное видео центральную систему компьютера патрульный не может ему доступиться он не может его изменить он не может его посмотреть он не может его остановить это мы делали эту реформу не просто так это серьезный шаг был после чего в течение 30 дней это видео там хранится вдруг поступит претензии к работе патрульного или вдруг следователь решит по столкновениям каким-то это видео изъять через 30 дней это жесткий диск это видео затирается поступает новое вот как это происходит что должен делать руководитель дбр которому передали дело на первый или на второй день он должен прийти с постановлением следователя прокуроры здесь сидят меня не обманут и изъять этот фрагмент видео или все что ему нужно сервера национальной патрульной полиции что происходило реально реально преступление было 23 августа 3 сентября только 3 сентября почтой обычной никакими не постановлениями обычной почтой в мвд было направлено письмо не могли бы вы нам дать список патрульных которые там были и обеспечить сохранность улик если такие будут есть такие есть пришлите нам что значит пришлите глубинной почты пришлите это письмо начала рассматриваться. Долго-долго. Рассматривалась, рассматривалась, рассматривалась. И ответ поступил. 28 сентября. Спустя месяц и пять дней от совершения преступления. То есть, пленка должна, запись уже должна была быть стертой. Конечно. И там было написано, что, дорогие друзья, искренне ваши, фамилии патрульных такие-то, а, к сожалению, запись не сохранилась. Вот такая трагедия. Теперь что делает полицейский? Полиции все об этом знают. О том, что существует видео. О том, что этот мажор политический сидел за рулем. О том, что он был бухой, как и они все, как они там между собой говорят. О том, что в Полтавской области он начинал с того, что пил со своими руководителями партийными в ресторане, потом сел за руль, пил виски и поехал сюда. Это все знают. Ни для кого не секрет. Но материалы все сданы. Рядовой патрульный считает, как и его руководители дальше, что дело расследуется. Однако проходит месяц, ничего не происходит. Проходит два, ничего не происходит. Происходит шесть месяцев почти. Ничего не происходит. А спустя месяц, когда полицейские увидели, что руководство делает все, чтобы эта пленка исчезла, кто-то из них снял копию и передал эту копию журналистам, когда убедился, что это дело полностью сливают. Что бы сделал я, если бы ко мне попала такая пленка? Я поступил бы точно так же. Я немедленно бы ее обнародовал. Какой это урок для руководителей правоохранительной системы? Если такое поведение, какое демонстрирует Трухин, сойдет ему с рук или сходило с рук, это разрушает всю правоохранительную систему. Потому что в следующий раз пьяный политический мажор с сумками денег из нашего бюджета, находящихся в багажнике автомобиля, совершит преступление, в следующий раз у него может получиться откупиться. Потому что кто-то скажет, а какого черта? Лучшие люди страны, руководители из самых высоких кабинетов берут, а мы что? Поэтому такие действия руководства разрушают всю систему, всю доверие по вертикали. А у меня доверие и гордость есть за тех ребят, которые это не позволили сделать. Я вместе с ними тут делал эту патрульную полицию с 15-го года. Я вместе с ними служил и тем горжусь и больше горжусь Сергеем Петриком, младшим лейтенантом патрульной полиции. И что важно хочу сказать, что там, в этой патрульной полиции, среди 16 тысяч человек таких очень много. И я ими горжусь. И хочу обратиться к каждому из вас, ребята. Прошу вас, не ошукайте всю доверу. Украинский народ вам оказал высокую доверу. Зараз мае повагу до вас, до каждого. Надею на вас. И разраховываю, что на вас мы будем мы будем будувати то, что должно быть в полиции. И если мы не сделаем выводы из этой ситуации, у нас будет мало перспектив. А если мы сделаем выводы, мы послужим справедливости. АПЛОДИСМЕНТЫ